Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о наших российских футболистах и сосредоточимся на Артеме Дзюбе. По последней информации итальянских СМИ, этот игрок может перейти в стан Лацо. И разумеется, на фоне подобных сообщений, мне стало интересно, а что же пишут рядовые итальянские фанаты, поклонники Лацо, касательно данной перспективы. Я зашел в Facebook, Twitter и собрал здесь самые интересные комментарии на данную тему. Ну и сейчас зачитаю вам перевод этих мнений для нашего общего ознакомления. Поехали! Хочу напомнить вам, что мои друзья создали телеграм-канал, в котором публикуют бесплатные прогнозы на спорт и помогают зарабатывать на ставках. Все открыто и честно. А самое главное, по статистике проходимость прогнозов более 90%. Так что, не теряя ни минуты, заходите в телеграм-канал, ссылка в описании. Серхио Контини. Еще один казак, который нам не нужен. Ну, казак это таким образом подчеркнули российское гражданство Дзюбе. Стефану Карбонари. А кто это вообще такой? Ну вот мы видим, что несмотря на все последние успехи Дзюбы, некоторые, например, итальянские фанаты по-прежнему с ним не знакомы. Давид Спириделли написал. Очень сильный игрок, но учитывая его возраст, 31 год, возникает вопрос, а сможет ли он после России адаптироваться к ежедневному давлению в Риме и в Сирии А. Если ему не потребуется время на адаптацию и он сразу заиграет, то он станет хорошим усилением по минимальной стоимости. Ну, стоимость действительно минимальная. Он, скорее всего, перейдет свободным агентом, если этот трансфер состоится. И там нужно будет выплатить какие-то деньги просто агенту. Ну, а что касается возраста, ну, 31 год это не критический момент для футболиста, тем более такого типажа, как Дзюба, мощного нападающего. А касательно ежедневного давления Рима и Сирии А, но все-таки в Зените тоже требовательная публика и здесь тоже серьезное давление. Массимо Пизардо написал, это здорово. Играл в Европе с Зенитом и очень неплохо играл за сборную России. Он отлично действует на втором этаже и это солидное усиление для Лацио. Ну, касательно игры на втором этаже, это действительно главная фишка Дзюба. Санте Доминики. В матчах на чемпионате мира он меня впечатлил. Мощный нападающий, похож на Яна Колера, но при этом разнообразней в своей игре. Судя по стилистике, может не только забивать, но и отдавать голевые передачи. Но сейчас по статистике действительно Артем Дзюба отдает голевые передачи достаточно активно. Их у него очень много. Он сейчас, по-моему, лучший ассистент российской премьер-лиги. Поэтому да, он более разноплановый футболист, чем тот же самый Ян Колер. При этом он, наверное, не уступает великому чеху в плане умения играть на втором этаже, потому что он тоже высоченный, за два метра и прекрасно чувствует себя на втором этаже. Лоренцо Джиаванарди написал, Дзюба готов к большому прыжку в своей карьере. Ну что ж, посмотрим. Переезд в Италию действительно может стать серьезным катализатором для развития карьеры Дзюбы. Хотя ему и много лет, но все-таки я верю еще в его европейские перспективы. Мануэль Кальцари. Не думаю, что он сильнее Кайседа. Не говоря уже об остальных нападающих Лацио. Ну, касательно Кайседа, я думаю, он все-таки посильнее. Можно сравнить то, как Кайседа выступал в России, какая у него была статистика, и нынешние показатели Дзюбы. Ну, а касательно и Мобили, и, например, того же самого Хуакина, здесь, да, здесь уже все сложнее. Конкурировать с этими парнями из Лацио будет куда тяжелее, чем с Кайседу. Элвис Дьюи написал, Многие говорят, что Головин самый талантливый футболист России. Но мне больше нравится Дзюба. И самое главное, Монако заплатил огромные деньги за Головина, а Дзюба может достаться нам бесплатно. Вот в чем главный смысл. Ну и действительно, у Дзюба сейчас истекает контракт, поэтому он может перейти за бесплатно. Масмеляно Барни. У него нет талантов, которые бы нам пригодились. Ну, как минимум на втором этаже. Дзюба действует очень круто, и здесь он команду из Рима уж точно усилил бы. Джан-Лука Матетьони написал, Если предыдущая команда не стала продлевать с ним контракт, может он не так уж и хорош? Ну, касательно контракта с Зенитом, все до сих пор очень туманно. Кстати, многие считают, не без оснований, что и эти слухи, запущенные итальянскими СМИ, это часть подковерных интриг. И это таким образом Дзюба и его представители пытаются выбить хороший контракт у Зенита. Бруно Целия написал, Думаю, это неплохое усиление. Жаль, что он не сможет помочь нам в чемпионском противостоянии с Юве. Ну, главное понять, будет ли это чемпионское противостояние, продолжит ли серию А. Альфонсо Тола. Этот игрок не так уж и плох. Ну что ж, сдержанный эпитет. С другой стороны, итальянская публика привередливая, поэтому от них даже такие слова звучат достаточно позитивно. Барбара Ручьони написала. Учитывая, что он может прийти бесплатно, это отличный вариант. Опытный игрок, выступавший в Лиге Чемпионов, с голевым чутьем, это то, что нам нужно. Теперь у нас будет 4 сильных нападающих, и это позволит Инзаги активнее использовать перестановки. Ну что ж, посмотрим. Скорее всего, Дзюба, если и перейдет, то станет элементом ротации состава, а там уже дальше посмотрим, сможет ли он закрепиться в основе Лацо. Ну и Фабрисио Белераква написал. Это не Дзюба, это настоящий Иван Драго. Ну опять же, намекают на русского персонажа из легендарного фильма Рокки 4, если я ничего не путаю. Ну что ж, вот такие вот комментарии были оставлены итальянскими поклонниками футбола. Что думаете вы касательно всего этого и касательно возможного переезда Дзюбы в Италию? Пишите об этом в комментариях. Ставьте лайки, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну и если вы хотите поддержать мой канал, то, пожалуйста, оставьте здесь комментарии от пяти слов и больше. Таким образом, вы поможете продвинуть это видео в рекомендации. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok